Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня мы с вами поговорим о моих парфюмерных новиночках с магазина Золотой Яблоко. Я не так давно во влоге вам показывала, в принципе, свою прогулку, снимала полочки в Золотом Яблоке и рассказывала, что два аромата я себе приобрела, а сегодня расскажу, какие именно. Если вам интересна тема парфюмерных покупок, то, конечно же, оставайтесь со мной. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начнем мы, наверное, с самой такой крупной моей покупки. Это аромат от бренда Liquid Imaginaire. Аромат называется Белый Зверь. Очень много положительных отзывов я слышала об этом аромате, но никогда у меня не получалось как-то его попробовать. Когда я приезжала в Золотой Яблоко, я постоянно забывала об этом. А заказать какой-то отливантик нигде его нельзя было приобрести в интернет-магазинах. Допустим, также на сайте рандеву этот бренд не представлен, к сожалению. И я как-то оставалась неведомой, но все вокруг говорили, что он классный. Несколько раз я пыталась его заказать онлайн, когда были из распродажи в Золотом Яблоке, именно в интернет-магазине, применить промокод. Но никогда у меня это не получалось, потому что никогда его не было в наличии. По-моему, сейчас его также в наличии онлайн нет. А когда я приехала в магазин, я обнаружила, что там он есть, и на него была скидка. Конечно, скидка относительная, то есть 15 тысяч за аромат это тоже как бы не забесплатно. Но, тем не менее, до этого он стоил дороже. И я тут подумала, что а вдруг я потом не смогу его приобрести, и постоянно в интернет-магазинах его нет. И в итоге я решила взять. Ну, понятно, что брала его не вслепую. Я его нанесла на руку в Золотом Яблоке, на блотер. И пока ходила, гуляла по магазину, поняла, что я его хочу. И в итоге я себе его купила. Вот так вот все выглядит, в принципе, в стандартном формате. Снимала, кстати, распаковку даже в запрещенную сеть этого аромата. Поэтому, возможно, вы даже уже видели. И здесь, в принципе, все стандартно. Как и у всех ароматах данного бренда, такая сумочка. И здесь у нас флакончик. Вот такой вот интересный, белого оттенка. Не просто так он, такого оттенка, потому что аромат действительно молочный. Аромат молочный, аромат лактонный. Вы знаете, что я обожаю такое направление. Иногда меня обвиняют в том, что я описываю все ароматы как молочные и лактонные. Но как я могу их описывать иначе, если я действительно люблю такое направление? И у меня действительно много таких ароматов в коллекции. А что скажу про этот аромат, про его звучание? Когда я только нанесла его на руку. Я, кстати, не читала никаких пирамид, ничего не смотрела. Когда я нанесла на руку, я просто обомлела от вот этого такого мягкого, кремового, сливочного звучания. И знаете, что интересно? Я нанесла сначала такое сливочное, потом я когда гуляла по магазину, я думаю, интересно, как-то так интересно какая-то нота здесь звучит. Что-то необычное. Я еще подумала, как будто бы ощущение ладана присутствует. Я вообще не являюсь любителем ладана в парфюмерии. Но здесь это все так как-то гармонично звучало. Я еще так подумала, думаю, да, наверное, мне кажется. Навряд ли тут будет ладан. И потом, когда я посмотрела в пирамиду, действительно, здесь в пирамиде есть нота ладана. И не скажу, что здесь она звучит как-то отталкивающе, неприятно. Нет, здесь она звучит классно. Здесь это все замиксовано очень даже кстати. Все звучит очень уместно для любителей, опять же, таких ароматов. И здесь у нас, понятно, основная такая история. Идет эта тубероза. Здесь у нас и нота амбретто есть, молоко, как я, в принципе, сказала. Такие ноты это тубероза, жасмин, ваниль здесь присутствует, бобы тонко. В общем, все это звучит очень красиво. И казалось бы, знаете, когда я его нанесла, я сразу поняла, что хочу его. Но думаю, наверное, он будет звучать так мягко, таким облачком и будет абсолютно нестойкий. Но как же я ошибалась? На самом деле, несмотря на то, что аромат такой мягкий, нежный, лактонный, он довольно яркий. Возможно, за счет туберозы, потому что аромат действительно шлейфовый. Особенно сейчас в такую прохладную погоду он звучит просто нереально. Шлейф километровый и стойкость тоже на мне очень-очень хорошая. То есть целый день я на себе его ощущаю. И вот пока я гуляла, как раз пошла за дочей в сад, нанесла этот аромат, я всю дорогу вот так обворачивалась назад, постоянно ловила свой шлейф. И он как-то даже не то, что за мной, он как-то и вокруг меня был таким коконом. Поэтому я прям под впечатлением. И, как и сказала, стойкость меня тоже поразила. Потому что я почему-то думала, что он будет нестойкий. Но нет, стойкость просто запредельная. Очень рада покупке. И также, кстати, много очень положительных отзывов о данном аромате. И я, честно говоря, не встречала каких-то негативных отзывов. В основном все его очень хвалят. Опять же, если вдруг вам он не нравится, то напишите, будет интересно. И вторая моя парфюмерная покупка, которую я очень тоже хотела. Ну как, я давно смотрела на этот бренд. Бренд достаточно бюджетный. А тут как раз была распродажа классно на сайте. Я себе выбрала этот аромат и еще один. И пока я туда-сюда, туда-сюда, в телефоне, в общем, по сайту, все раскупили, не было. И когда я приехала в магазин, думаю, ну ладно, поеду в магазин, куплю. И когда я подошла к стенду, это бренд, который называется Соленот. И аромат у меня ирис. И там было всего два аромата. То есть, две коробочки этого аромата. Я одну забрала, и одна осталась. Также я хотела еще себе взять тонко. По-моему, аромат называется. Но уже, к сожалению, не было. И на сайте нет. Ну, значит, не судьба. Как я понимаю, эти ароматы можно миксовать между собой. Я взяла ирис. И абсолютно не пожалела. Потому что звучание классное. Действительно. Меня также, кстати, спрашивали, похож ли он на ирис от Prada. У меня, кстати, где-то он тут рядом. Да. Вот он у меня. Действительно схожесть есть. Я не скажу, что это прям 100% клон. Потому что в ирисе от Prada больше какой-то суховатости и пудровости. Он как будто более сухой и пудровый ирис. А здесь же ирис более такой, возможно, зеленоватый и сочноватый. Я бы сказала так, но написание такое не очень красивое. Но тем не менее. Ирис здесь как будто более сочный, более звонкий и более свежее какое-то звучание. Не такое припыленное, слишком припудренное. В общем, вот ощущает действительно какой-то воздух и свежесть в аромате. Но звучит это красиво. На мне аромат несколько часов держится. Это точно. В общем, тоже стойкость неплохая. Да, понятно, это не какой-то там прям километровый шлейф из-за продельной стойкости. Но как такой колонь очень даже неплохо. За 900 рублей, мне кажется, супер. Здесь объем, по-моему, 50 миллилитров. В общем, классно. Мне понравилось. Буду с огромным удовольствием пользоваться. Потому что я такое люблю. И я считаю, что здесь очень такой красивый. Красиво собранный ирис. Действительно, он звучит мягко. Он звучит интересно. Никаких выпирающих нот неприятных. В общем, прям вот такая интересная история. Мне он действительно понравился. Если вы знакомы с этой линейкой, то напишите, пожалуйста, на что вы еще советовали обратить внимание. Либо какой аромат можно, допустим, смешивать с ирисом. Как будет красиво это звучать. Вот я хотела именно тонко. Но тонко, к сожалению, разобрали. Так, и здесь что у меня еще из покупок. Купила себе свой любимый консилер от Catrice. Камуфляж. К сожалению, моего оттенка 0.2 не было. Надеюсь, может, все-таки завезут или все. В общем, не знаю. Взяла себе 0.07. Натуральная роза. Такой розоватый. Думаю, тоже не подойдет. Ценник на него, конечно, был подороже уже. Кстати, я сейчас даже по ценам расскажу. У меня есть чек. Так, что касается цен. Так, где у нас тут все? Так, Catrice стоил 371 рубль. Да, со скидкой тут указано, как по золотой карте. Аромат «Белый зверь» стоил со скидкой 15 104 рубля. Без скидки он 17 800 был. И также соленот аромат «Ирис» стоил 900 рублей. Без скидки 1500, а со скидкой он стоил 900 рублей. Понятно, что если бы были на сайте эти ароматы, то можно было еще 10% скидку применить на этом магазине «Золотое яблоко». Но, к сожалению, на сайте этих позиций не было. И также за покупку мне дали два подарочка, что, конечно, очень приятно. Первый – это у меня пробничек «Перфект». Мой любимый, кстати, от любимых ароматов от Marc Jacobs. Вот так вот он выглядит. И второй аромат – это у меня Total Edge корректор от бренда Lancaster, кажется. Вот таким вот образом выглядит. В общем, изучу. Это у нас что? Так, это у нас сыворотка для лица. Да, здесь, кстати, объем такой довольно немаленький. Да, объем немаленький. Здесь 10 мл. Приятно. Подарки – это всегда приятно. Вот в таком вот формате находится сыворотка. Ну, в общем, приятно. Огромное спасибо магазину. Вот, такие вот у меня были покупки. Что вы, кстати, приобрели на распродаже в «Золотом яблоке», пишите. Потому что у «Золотого яблока» был день рождения. Поэтому как бы и были скидки, как я поняла. Что вы интересного приобрели, делитесь впечатлением, какие новиночки будут. Это очень интересно. А я с вами прощаюсь. Огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Встретимся с вами совсем-совсем скоро. И пока-пока!